Хей-хей-хей! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чин Наски, и сегодня мы с вами играем в замечательнейшую игру под названием Хорошая пицца! Отличная пицца! Друзья, прямо сейчас у вас на экранах топ-комментарий из предыдущего видео, и если вы хотите попасть в следующую подборку, не забываем, конечно же, оставлять свой царский лайк и писать, конечно же, комментики. Друзья, как вы видите, во-первых, у нас с вами травяные стены, это уже, мне кажется, неплохо, а во-вторых, как вы видите, у нас с вами 430 баксов. Сегодня будет новый автоукладчик. Какой он будет? Рассмотрите до конца и узнаете. Так, на своей пицце я хочу видеть половину с грибами, половину с луком, и получить порез... Ну, порезанное мне не интересует. Кстати, там, видите... Так, сейчас, половина с грибами, половина с луком, она сказала. У нас там задание на ускорение снова нашей печи. Я думаю, что мы сейчас это с вами сделаем. Так, готово. Собственно говоря, сегодня мы однозначно с вами, ребят, заработаем на новый автоукладчик. Это 100%, потому что 70 баксов заработать, это очень несложно. Уже сейчас мы получаем 20, а стало 40. Ах, вот это я люблю. Вот это мне нравится. Так, пекарная комбо. Оливки и лук, два кусочка. Кстати, снова половинчатая пицца. Ребят, также хочу вам сообщить, что мне ответили разработчики этой игры по поводу того... По поводу тех предложений, которые я им... Так, стоп, зачем я сюда-то смотрю? Так, оливки и лук. По поводу тех предложений, которые вы мне написали в комментариях, я им передал. Они сказали, во-первых, попросили передать спасибо большое за такую любовь к нашей игре. А во-вторых, сказали, что обязательно все это разработчикам передадим и будем уже думать, что дальше вводить, а что не вводить. Чего? Оливки одной кучи? Чего? Это была автоукладка? Ааа, ладно. Странно как-то я, может, что-то... Так, пшеница и сыр. Так, соус нужен? Пожалуйста, пшеничная с сыром. Да, нужен. Ааа, я что-то как-то не очень понял, в чем ситуация, но ладно, окей. Немножко странно получилось. Короче говоря, ребят, я надеюсь, что уже в скором времени у нас с вами будут новые начиночки. В прошлой серии вы можете послушать, какие именно... Блин, ну она сказала пшеничная с сыром. Она не сказала просто пшеничный корж с сыром. Она сказала пшеничная, то есть пшеничная пицца. Ааа, блин, вот это вот меня очень бесит иногда. Нужно пицца с сыром с сосисками и пицца с сосисками и сыром. Короче, сыр с сосисками, понятно. Ну, вообще, можно сказать, просто сосисками. Так, давайте еще одну сразу положим. Ох, вот это, конечно, немножечко напрягает, ребят, когда не могут нормально выразить свои мысли вот эти чуваки, потому что, ну, на самом деле, я вроде бы сделал нормальную пиццу, и чисто из-за того, что ей что-то там не понравилось, придуманное, ей же как, я не знаю, условия какие-то придуманы. Она просто взяла, нам обломала чаевые. Ну, ладно, это ничего страшного, потому что у нас с вами уже 480 долларов, и это значит, что автоукладчик уже вообще не с горами. Так, вегетарианскую пиццу, все зеленые ингредиенты на одной стороне. Не вопрос, не вопрос, а это достаточно-таки изи. Так, кладем пока что сюда. Главное, что не веганское, поэтому сыр нам надо положить. Сюда, сюда. Так, здесь это все раскладываем. Ананасики у нас пока что не на автоукладке, как, собственно говоря, и базилик, поэтому мы это все раскладываем так, и баклажанчиками сверху посыпем. Единственное, что мне интересно, вот, баклажаны у нас уже скоро будут готовы или нет? Новые. Потому что я что-то много баклажанов потратил у нас, осталось там буквально на 2 пиццы, я так думаю. Блин, нет, они еще даже не были. Слушайте, надо будет аккуратнее с этим быть, потому что могут попросить баклажанную пиццу, и все, тогда уже ничего не попишь. Так, я здесь ради бекона, вы могли бы положить бекон срезанный на лепешку? Ой, ну ладно. Немножечко такой себе, конечно, заказ, потому что просто бекон на лепешке, это 8 баксов, очень мало, ну ладно, что уж поделаешь. Так, у нас с вами останутся анчоусы, ананас, базилик и бекончик как раз. Так, надо будет подумать. Давайте так, ребят, то, что мы больше всего потратим за этот день, то мы с вами и купим на автоукладку. Вот чисто такой опять у нас с вами, уже такой интерактив. Мне нужна луковая пицца с анчоусами, чтобы сделать это свидание с запоминающимся. Луковая пицца плюс анчоус, не вопрос. Это как раз так я сделать легко могу. Ну, не совсем легко, потому что анчоусы у меня не на автоукладочке, поэтому это для них дополнительный бонус. Чем больше пицц будет с анчоусами, тем больше шанс, что анчоусы сегодня будут на автоукладке, поэтому кто знает. Кстати, я думаю, что на следующую пиццу у нас уже будет с вами 500 долларов. Хотя, может быть, и на эту? Нет, наверное, все-таки на эту. Хотя, ну-ка. Блин, 499,61. Уже почти что, почти что. Ну ладно, на следующую пиццу уже точно 5. Опа-на! Вот это я понимаю. Сразу переспрашиваю, потому что это очень сложный заказ. Так, лук, базилик, соус без сыра. Так, давайте сразу. Лук, базилик, соус без сыра. Соус, лук, базилик. Это первая пицца, ребят. Первая пицца, ну, точнее... Короче, сейчас разберемся. Она должна быть вот такая. Так, вторая пицца какая? Вторая. Мясо, сыр, соус. Хорошо, не вопрос. Так, соус, сыр и мясо. Мясо у нас достаточно много разного вида, но главное, чтобы было 5 вариантов, я так понимаю, да? Сейчас это уже третий. Это четвертый. И сейчас проверим, там анчоусы не нужны будут? Нет, значит, анчоусы... Так, стой, стой, стой. Анчоусы это пятый. Все. 5 вариантов мы с вами раскладываем. Готово, готово. Отдаем на распечивание. И последнее, это оливки, перец, грибы, ананасы на тесте. Все. Оливки, перец, грибы, ананасы. Без соуса и без сыра. Чисто вот такой вот наборчик, ребят. Вот такой вот. Да, уж третью пиццу я бы точно не хотел съесть. Как бы, в принципе, первую тоже не особо хотел. Только вторая пицца более-менее вкусно выглядит. Ну, это не мое дело. Мое дело приготовить, а их дело уже будет скушать. Отлично, 22 доллара чая. Вот это мне нравится, ребят. 530 у нас уже есть. Это вообще просто офигенски. Так, базилик, оливки, лук, пожалуйста. Очень хрустящую. Хорошо, хорошо. Это сделать можно. Так, базилик, оливки, лук. Оливки, лук, базилик. Плюс к базилику, ребята. Хочу заметить, что базилик сейчас только что получил плюс одну пиццу. Для него это очень хорошо, потому что повысился шанс автоукладки. Так что пока что более-менее ровно битва идет. Будет даже очень интересно посмотреть, кто же в итоге победит. Так, режем. Отдаем. Блин, вот единственное, что меня немножко печалит, это когда уже придут новенькие... Кстати, я ее сделал хорошо запеченную или нет? Чуть-то я забыл про это. Половина пепперони и перец, половина грибы. Вот и конец. Хорошо, давай. Сейчас, ребята, половина грибы, половина пепперони и перец. Короче, что я хотел сказать. То, что очень мало приходит новых каких-то посетителей. Вот это очень обидно. То есть нет этих соусовиц, нет новых таких знаменитых посетителей. Это очень жаль на самом деле, потому что хотелось бы, конечно, чтобы побольше такого разнообразия было. Сейчас мы уже почти что на автомате делаем пиццу без каких-то проблем. Так, запеканка с тунцом, пицца с сыром на пш... Как это связано вообще? Так, давайте переспросим на всякий. Сыр и соус на пш... Блин, она же хотела с тунцом... А, с тунцом у нас же точно у нас анчоуса. Нет, все, вспомнил, сори. Хотя, если она уж хочет тунец, можно было и анчоуса бы взять. Тюна, тюна. Кстати, тунец я тоже предлагал, ребят, разработчикам, если что. Если что, тунец тоже предлагал, может быть, они его тоже. Было бы прикольно. Я выйду замуж за эту пиццу, говорит. Да ладно уж, не надо. Лучше пиццу скушать, чем замуж идти. Сладкий перец и сосиски, но без сосисок. Ага, значит, просто сладкий перец. Классный заказ, классный. Так, перчик берем, раскладываем. И, конечно же, отправляем в перчик. По-моему, он попросил дважды, да? А, нет, просто порезать на четыре кусочка. Ладно, не вопрос, не вопрос. У нас с вами, если что, уже 550 долларов, ребята. То есть мы приближаемся уже к 600. Интересно, 600 долларов заработаем за эту серию или нет? Интересно, прям интересно. Так, мне просто нужна половина пепперони без сыра и половина сыра без соуса. Так, половина пепперони без сыра, это вот так. И половина сыра без соуса, это вот так. Не особо сложный заказ, если честно. Не знаю, что тут понять не так. Главное, все делать по половинке. Тогда все будет окей. Так, нарезаем, отдаем. Пока что, кстати говоря, ребята, что-то как-то никакие из наших ингредиентов на автоукладку пока что не появлялись. Плохо. Так, сделайте ее темной. Так, пицца какая? Просто пицца с сыром хорошо запеченная. Не вопрос. Конечно, жаль, что такой довольно дешманский заказ, но мне не жаль, мне не жаль. Главное, что у нас уже есть деньги на автоукладчик, но, как бы, чем больше, тем лучше, я с этим согласен. Но меня, как бы, уже вообще не напрягает. Ребят, у нас пиццерия просто супер офигенская, очень автоматическая, очень прокачена, поэтому тут действительно не надо о чем-то задумываться. Просто режешь, делаешь, готовишь, и все. Так, хочу ананасы и сладкий перец на моей пицце, пожалуйста. Порежьте на четверти, мой друг. Хорошо, дружище, не вопрос. Так, ананасы и сладкий перец он попросил, да? Кстати, для ананасов это плюс. Для ананасов это очень хороший плюс. Потому что за последнее время, ну, вот этих начинок на автоукладку не появлялось. Для ананаса это может быть решающим моментом, кто знает. У нас, тем временем, осталось сколько? Полтора часа? Я так понимаю, игрового времени. И все, конец дня. Кто за это время успеет прокачаться, вообще без понятия. Так, здесь у нас, а мне нужны волокна, это пшеничный корж. Да уж. Пицца, конечно, такая себе, но ничего не поделаешь. Пускай отправляем. Здесь тоже, естественно, никаких начинок мы не используем. Дополнительных, поэтому они пока все на одном уровне примерно. Так, 8.45, ребят, уже осталось. Час пятнадцать, и все. 20 долларов хотелось бы заработать, конечно, за этот час пятнадцать. Уже час остался даже. Хочу веганскую пиццу, но без базилика. Окей, окей. Для каких-то ингредиентов это будет хорошим плюсиком, могу вам сказать по секрету. Так, что мы положим? Ананасы получать? Да, как раз для ананасов это и будет плюсиком, собственно говоря, ребят. Смотрите. Все вроде бы, да, вроде бы все. Баклажаны не буду класть, потому что у нас их мало осталось. Вроде бы больше я ничего не должен был положить. Так. Здесь будет, ну, долларов пять, я думаю. Чаевых? Давайте посмотрим. Шесть! Аж почти семь! Нифига себе! Блин, мне срочно нужен хороший заказ, чтобы до шестиста добить. Было бы вообще классно. Свиная пицца не утруждает себя соусом или сыром или рыбой. Блин, ну вот это плохо. Эх, вот если бы он попросил бы полную пиццу, это было бы вообще просто шикарно, потому что за это доплатили бы хорошо. Но только свинина еще и без рыбки. Это, конечно, печально. Но ничего не поделаешь. Ничего не поделаешь, ребят? Я думаю, что здесь мы 600 долларов вряд ли добьем. Че, ребята, отдаем нашу пиццу. Смотрим, сколько у нас будет финальный результат. И финальный результат у нас... 596. Даже почти что 597. Нормас. Сойдет. Так, смотрим. 140 долларов заработали. Просто офигенски. Это очень хорошо. Так, и че у нас по использованным запасам, ребята? Момент истины, когда мы покупаем новый автоукладчик. Тесто, соус, сыр, пепперони, сосиски, грибы, оливки, лук. Это все стандартные. Сладкий перец стандартный. Бекон, ребята. А, стоп, нет, подождите, они не по порядку идут. Стоп, стоп, стоп. Так, бекон у нас с вами на третьем месте. Точнее, на втором месте. А на первом у нас, ребята, ананасы. И, собственно говоря, ребята, смотрите момент истины. Фух. Плюс помощник для ананасов. Наконец-то мы этот момент тоже решили. И все, у нас теперь будет помощник для ананасов. Будет нам помогать их раскладывать. И это очень даже здорово. Осталось всего-то три автоукладчика купить. Это помощник для базилика, анчоусов и бекона. Ну что, ребята, если видео вам понравилось, то обязательно поддержите меня лайком. Обязательно поставьте колокольчик. И, конечно же, оставьте комментарии о том, что вам понравилось больше. Естественно, напоминаю вам, что с разработчиками я связался. Значит, у нас скоро будут новые начинки. Я очень на это надеюсь. Ну и, конечно же... Что я могу вам сказать? Спасибо большое за просмотр. Увидимся уже совсем скоро в новом видео. До скорой встречи, дорогие друзья. Пока-пока.